Приветствую вас. По тому, что я увидел, можно сделать вывод о том, что вы находитесь в треугольнике Карпмана. То есть есть вы, это жертва, которая недостаточно не отвечает, которая находится во власти событий, во власти ситуации, которая, в общем-то, абсолютно ни на что не влияет. И есть, значит, ваша жена, которая, скорее всего, выступает тираном. Ну, как это мне видится, конечно. Тираном она выступает по отношению к вам. То есть она не позволяет вам, как бы, быть счастливым, да, она не позволяет вам быть тем, кто вы есть. Вот, вы очень долго ее добивались и, наконец, добились. Теперь она, как бы, давит на вас в той позиции, что, мол, вот, ты меня добивался, теперь, значит, соответственно, должен, наверное, быть со мной, да, потому что добивался. Вот, я, конечно, каких-то моментов могу не знать, но, как мне видится, ситуация складывается по большому счету именно так. Вот, значит, и есть та другая девушка, та другая девушка, которая ваш спаситель, скорее всего. То есть она вас спасает от этой ситуации, в которой вы оказались. То есть свою жену-то вы, может быть, и любите, безусловно, но вот эта ваша новая женщина, она заставила вас подчувствовать себя мужчиной, да, наверное. Наверное, ну, наверное, она заставила вас подчувствовать себя мужчиной, и, соответственно, вам это ощущение понравилось, и поняли вы, что любите уже свою жену, ну, не так сильно, как раньше. Вот, скорее всего, ну, потому что вы полюбили эту женщину достаточно раз, а двух людей любить невозможно, по определению, как бы вам этого не хотелось, может быть, вы будете отрицать это, но нельзя. Нельзя любить двух людей одновременно. Вот, поэтому, как какую-то одну девушку вы любите, а другую девушку, скорее всего, вы просто потому что, потому что, ну, например, вам с ней удобно, да, или потому что, как-никак она для вас сыграла, ну, большую роль. То есть вы ее долго добивались, очень-очень долго вы ее добивались, и, естественно, вам не хотелось бы, чтобы это-то все, чего вы добивались, все это пошло прахом, например, или чтобы вы потеряли все то, чего вы добивались. Ну, возможно, я не говорю это с точностью, но возможно. Вот. И, соответственно, если ситуация действительно такова, то стоит разобраться с тем, для чего вы девочку, свою жену добивались в 8 лет, так долго. То есть, любили ли вы ее? Были ли у вас к ней чувства искренние? Не было ли это просто с привязанностью, например, или с желанием ее именно завоевать? И вот вы ее завоевали, и все, и теперь она у меня больше не нужна, не нужна. То есть, да, вы ей доросите, конечно. Да, вы, безусловно, хотите быть с ней. Это, безусловно, наоборот, в том, чем вы движены. Вот. А, помимо этого, есть вопрос еще и в том, насколько вы удовлетворены. Я имею в виду, насколько ваша жена вас удовлетворяет. То вы обратили внимание на женщину намного старше вас по возрасту. Это же тоже не просто так. Если обратили внимание, значит, что? Значит, были причины. Если влюбились в женщину, которая старше вас, значит, что? Были причины. И вот вопрос заключается в том, что это за причина. Есть ли какие-то причины или нет? Или просто вот, ну вот, влюбились и все. Вот, ну, влюбились в другую женщину. Если так, то тогда у вас ко второй женщине любовь. То есть вы в нее действительно влюбились во вторую женщину. А вот какая-то старше вас. А к первой, к вашей жене, у вас привязанность. И надо бы вам вот это, этот момент принять, что имеет место быть привязанность. Что это не любовь, привязанность. Привязанность, это именно привязанность. То есть вам человек нужен для чего-то. Вам человек нужен для какой-то цели, для каких-то желаний. Именно ваших желаний нужен человек вам. Понимаете? А другого человека, например, вот эту женщину, которая в депрессии, вам хочется делать счастливой. И ее вы любите. Вот. Кстати, ну, понятно, что гарем вы устроить не сможете. Понятно, что придется делать выбор. Прямо или поздно. Да? Вопрос в том, какой этот выбор будет, каким он будет, этот выбор. И я думаю, я думаю, что исходить нужно из того, как вы относитесь к обеим женщинам. Своим. Да? То есть, чем продиктован выбор, вот, например, этой женщины, которая старше вас на 15 лет, это все-таки немаленький, немаленькая разница в возрасте. То есть, если вы чувствуете, ну, если вы вот, если она старше вас на такое количество лет, значит, это всегда про кого-то из родителей. История. То есть, это история взаимоотношений с родителями. То есть, вполне возможно, что вы, сами того не основная, хотели бы, чтобы ваша девушка была, например, женщина похожая на мать. Допустим. И это значит, что вы не получили родительской любви, опять-таки. Понимаете? А это, в свою очередь, означает, что в родительских отношениях у вас присутствует дисбаланс. И этот дисбаланс нужно восстанавливать. Ключком тьму еще явно неуверенность в себе у вас имеется, потому что, ну, вот, то, что вы, эм... То, что вы описываете, то, что вы говорите, да, вот эта вот вся ситуация, которую вы раскрываете. Вот эта ситуация, она не то, чтобы плохая, не то, чтобы она, могу, невозможная, да, не то, чтобы ее не должно быть, а уберите ее от меня, нет. Нет. Давайте будем, просто постараемся быть честными с собой, хотя бы, в первую очередь. Ну, двоих-то девочек нельзя любить. Ну, двух-то женщин любить нельзя, вы же это понимаете, я надеюсь. Ну, и, соответственно, что? Вот, и подумайте, что. И подумайте, как так получилось, что вы оказались вот в этой вот ситуации. Как так получилось, что вы, значит, ну, вот вынуждены, вы, вы, вынуждены, да, оказались вынуждены быть двумя. И, значит, просто так ничего не происходит. Если это случилось, значит, это были причины. И где они, эти причины, либо эти причины в вашем детстве, либо эти причины в выстраивании отношений ваших с девушками. Это нужно вычислить, это вопрос времени. Но если вы хотите, чтобы женщина рядом с вами была счастливой, если вы сами хотите быть счастливыми, то, позвольте вам порекомендовать консультацию у психолога. Приватную, возможно, неоднократную, но вот, скорее всего, исходя из того, что я увидел, консультации понадобится несколько, может быть, даже регулярно, если у вас действительно проблемы какие-то с мамой. Вот. Но этого не нужно бояться. Этого не нужно пугаться. В этом нет ничего страшного. Все это поправимо. Все поправимо и все решается. Главное, ваше желание. Вот это вот самое главное. Самое главное, ваше желание. Если будет желание, все получится. Ох ты. И перед тем, что себя осуждать. Вы уже свели себя чувством вины. Вот, не знаю, заметили вы это или нет, но вы себя уже свели чувством вины. Виноватым себя, как бы, бечуя себя, да, бечуя себя. Вы ничего хорошего не добьетесь. Потому что, ну, вот вы, вы бечевали себя уже, да, вы уже от себя бечевали. Бечевали себя, бечевали, 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 бечевали. Как так получилось, почему так получилось, как так сложилось. Вот это нужно делать, понимаете? Это нужно делать. Это реально адекватная позиция, если вы хотите с этой ситуацией разобраться. Вот, понимаете, вот если хотите разобраться с тем, что с вами происходит, то вот так нужно поступать. Не бечевать себе, а адекватно, спокойненько во всем разбираться. Вот. Почему в 8 лет вы добивались девушку, чем вы руководствовали, что она давала, значит, вот, и так далее, и так далее. Значит, может быть вы испугались отношений серьезных с ней. Может быть вы почувствовали, что, ух, я вот сейчас женюсь на ней, да, женюсь, и все. И женюсь на ней, и стану несвободным. А я еще, например, не готов быть несвободным. Ну, например, 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 думаете вы, да, вот. И естественно, неестественно вам, а это воспринимается, ну, очень трудно. И вы боитесь. И может быть именно этот страх, страх отношений, и, да, видите, ладно. Причем, причем, заметьте, может быть, может быть, а может быть и нет. Может быть страх отношений вам не видит, может быть что-то другое, мы не знаем пока. Но разбираться с этим нужно. И я думаю, что это вполне, это вполне по силам вам, например. То есть вам вполне по силам разобраться в себе и понять, что именно не так. Когда именно ситуация, ну, когда именно пошло не так. Когда именно что-то пошло не так. Я думаю, что все это можно делать. Все это вполне решаемо. Главное, чтобы у вас, как я уже сказал, было желание. Для этого. Для того, чтобы решать эти проблемы. А если нам будет помощь, мы вам с радостью поможем. Обращайтесь к любому из экспертов на нашем ресурсе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вы создали свои вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за... его оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи.